Ну, если кто опоздал, значит, присоединиться чуть позже, ничего страшного. Ну, для тех, кто не знает, сообщил, меня зовут Денис Игоревич Савельев, я буду читать курс по теории множеств, точнее, по теории множеств Армела Фрэнкеля. Итак, если возникнут какие-то вопросы, которые хочется задать мне во время наших занятий, вы можете мне всегда написать по e-mail, e-mail очень простой, d.i.saveliev.gmail.com, или вы можете посмотреть его на моей страничке в матнете. А курс я собираюсь читать, ну, вот примерно такой, какой я читал лет пять назад в Стекловке, с ориентацией в основном на классическую монографию Томаса и Еха, не первый ее вариант, который у нас издавался когда-то в 70-х годах, точнее такая книжка, а на полный вариант, изданный в третьем, по-моему, году, в 2003-м, такой под тысячу страниц. Сейчас я вам покажу, как эта книжка выглядит. И после каждого занятия, я думаю, заинтересованным участникам рассылать по соответствующим главке, чтобы могли повторить этот материал и при желании сделать какие-то упражнения, которые есть в конце каждой главы. Ну, я так прикидываю, что вначале, может быть, мы по одной, там, где еще несложный материал, по одной, может быть, главе за занятия пройдем, или чуть меньше, а потом, наверное, по половине где-то придется. Итак, мы первые, скажем, 13 глав на наше время разобьем. Так, значит, давайте я вам покажу, о чем речь. Демонстрация экрана. Вот, все ли видят мой экран? Да. Прекрасно, да. Так, в чате какая-то запись, 13 глав на полгода или на год? Ну, я бы сказал, что на год, потому что там под конец материал, сказать, сложноватый. Я бы сказал, что это на два семестра. Это наша программа минимум. Значит, первые 13 глав. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Если надо спрашивать, то можно, не обязательно писать в чат, можно на несколько секунд включить звук и задать вопрос. Ну, только не все сразу. Так, значит, вот такая книжка. Ну, можно сразу посмотреть примерно, что в нее входит. По крайней мере, наши первые главки. Значит, вот первая глава аксиома, которую мы сегодня повторим. Аксиома – наша любимая теория Цермела Фрэнкеля. Потом, значит, ардинальные числа, кардинальные числа. Вещественные числа и некоторые такие примитивные сведения о дескриптивной теории. Тут начинаются баррельские множества и тому подобное. Затем материал связан с аксиомой выбора и кардинальная арифметика. Такие базовые сведения о кардинальной арифметике. Еще аксиомовой регулярности, которая связана с фундированностью. Но затем такой материал уже более сложный. Ультрафильтры, булево-алгебры, стационарные множества. Если кто не знает, это такое важное комбинаторное понятие, которое возникает на ардиналах несчетных информации. Потом всякие такие базовые сведения из комбинаторной теории Норрс, вроде теории Ремсея. Всяких таких больших кардиналов. Не слишком больших, но определения которых связаны с комбинаторикой, вроде слабокомпактных кардиналов. Затем измеримые кардиналы. Всякие проблемы, связанные с измеримостью. Нормальные меры обобщения измеримых кардиналов. Затем дескриптивная теория Норрс. Модели теории Норрс. Такие базовые сведения из теории моделей, которые, может, кто-то и не знает. Ну и такая, так сказать, одна из самых основных моделей в теории Норрс. Из самых базовых конструктивных множеств, так называемых. Деноктивные, в данном случае, в смысле Гёделя. Значит, такая наименьшая модель внутренняя, в которой замечательным образом пополняется аксиома выбора и континуум гипоксизов, что дает нам такой первый результат совместимости этих вещей, которые долго обсуждали. Совместимость которых долго обсуждали до того, как это было доказано. Вот. Значит, вот это примерно наша программа. Ну да, ну можно посмотреть, так сказать, бегло, что там еще. В следующих частях, значит, более продвинутые теории Норрс, вот это форсинг, приложение форсинга. Это то, что не входит в наши два семестра. Совсем большие кардиналы. Всякие комбинаторные принципы, так сказать, дескриптивное теория Норрс уже более развитая. Вот. Ну и в третью часть входят уже такие, так сказать, избранные наиболее интересные главы по разным областям. В общем, такая стандартная книжка, которую очень рекомендую читать и заглядывать в материал при желании за пределами нашего курса. Вот. Ну, теперь давайте перейдем непосредственно, значит, к нашему занятию. Значит, ну, теория Норрс – это такое общее понятие. А есть более конкретные теории формальные. И вот такая базовая теория, основная в некотором смысле, это теория Цермела Фрэнкеля, про которую все, наверное, слышали. Значит, вот здесь приведен список ее аксиом, ну, в таком, так сказать, неформальном виде. В виде фраз на английском языке. Давайте, тем не менее, их бегло прочитаем, а более формально мы их чуть позже, так сказать, их оттуда. Ну, во-первых, вот аксиома экстенциальности, которая говорит, что если два множества имеют одни и те же элементы, то эти множества просто совпадают. Естественно, такая аксиома. Аксиома пары. Если есть два множества, а и b, скажем, то есть пара, да множество, которое является парой из этих множеств. Есть только эти элементы а и b. Затем вот написана схема аксиом выделения. Значит, схема такая. Значит, если есть какое-то свойство p, может быть, с параметром каким-нибудь, p маленькая, да? Ну, для всякого множества x является множеством вот такой вот множество, вот такой вот объект y. Значит, аксиома говорит, что это множество. Такой y. Значит, это множество всех тех элементов x, которые удовлетворяют этому самому свойству. Значит, почему эта схема? Ну, потому что тут для каждого такого свойства своя аксиома получается. То есть это некоторый такой бесконечный список аксиом. Аксиома объединения значит говорить, что для каждого множества x есть множество, которое является его объединением. Значит, аксиома степени, как по-русски говорят. Пауэрсет, то есть это буквально множество подмножеств для всякого множества x. Есть множество, которое является множеством всех подмножеств x. Аксиома бесконечности, которая утверждает, что есть бесконечное множество. Без этой аксиомы вся теория, состоящая из тех остальных аксиом, она, ну, фактически, так сказать, была бы, она сводилась бы к чему-то вроде арифметики пиана. Она была бы взаимоинтерпретирована. Значит, такая вот важная аксиома, которая придается нетривиальности этой теории, что существует бесконечное множество. Еще одна схема аксиом выделения, так называемых, извините, не выделения, замены. Аксиом выделения, мы сказали. Аксиом замены, которая говорит, что если есть какая-то функция, то для всякого множества является множеством то, что, значит, эта функция сопоставляет. Поэтому, да, то есть множество всех f от x маленьких, совокупность всех f от x маленьких, где x – это элемент x нашего множества, она тоже является множеством. Ну, опять-таки, почему эта схема, а не одна аксиома? Ну, потому что вот эта функция f, которая здесь названа словом класс, фактически, значит, это некоторое свойство. То есть для каждого такого свойства, которое задает некоторую функцию, получает свои аксиомы. Более строго, вот буквально минут через 10 все это, так сказать, обсудим. Аксиомы регулярности, которая фактически утверждает, что отношение принадлежности фундированных. Ну, и аксиомы выбора широко известная, которая говорит, что всякая совокупность непустых множеств имеет функцию выбора. Вот, значит, вот совокупность этих аксиом, бесконечная, повторю, называется теория множеств термелов и ангела. Ну, собственно говоря, идея, которая стоит за теорией множеств, она очень проста, и она может быть, такая исходная идея, она может быть выражена даже одной аксиомой, а не вот с таким большим количеством аксиом. Идея эта состоит в том, что каждому свойству соответствует некоторое множество. Значит, такая, ну, этот, может, это, значит, тоже понимается как схема, потому что свойства, значит, для каждого свойства свои аксиомы. Значит, такая схема аксиом называется, вот, аксиом схема of comprehension, как же это по-русски-то. Коррекция, кажется, по-русски. Нет, 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 не коррекция больших половых, как же это по-русски. Свертывание, да, спасибо, свертывание, да. Свертывание, да, то есть, так сказать, такое свойство, оно как бы свертывается в одно множество. Вот, ну, очень естественная схема аксиом, но слишком сильная. Если немножко подумать, то оказывается, что она ведет к противоречию. Ну, то есть, сразу видно, что, так сказать, многие аксиомы, которые были перечислены раньше, они являются частными случаями этой схемы. Хотя не все. Сейчас мы посмотрим чуть поподробнее. Вот, но, к сожалению, она не только настолько сильная, чтобы дать их все, но и слишком сильная. Она ведет к противоречию. Ну, вот здесь вот, значит, описан широко известный этот парадокс Рассела. На самом деле, одновременно с Расселом был открыт Цермела. Оно, кажется, опубликовано. Значит, чрезвычайно простое такое рассуждение. Значит, давайте рассмотрим вот такое вот свойство, что х не принадлежит х. Значит, тогда получается, что у нас есть такое множество, у которого все члены, значит, описываются этим свойством. Что х является элементом этого множества С тогда и только тогда, когда этот х не принадлежит сам себе. Ну, зададимся вопросом. Принадлежит ли такое множество, в котором мы построили С, само себе или не принадлежит? Ну, легко верить, так сказать, что если принадлежит, то немедленно по определению этого множества получаем, что не принадлежит и наоборот. Получается противоречие. То есть, оно показывает, что, так сказать, как-то нам надо попытаться извлечь какую-то разумную часть из этой идеи нашего принципа свертывания достаточно сильную, но не слишком сильную, чтобы не прийти вот к такому противоречию. Ну, первая, наверное, так сказать, идея, которая была выдвинута, или, так сказать, одна из первых, была выдвинута самим Расселом, который обнаружил этот парадокс. Значит, он предложил такую теорию типов. То есть, идея Рассела состояла вот в чем. Ему показалось неправильным, что неправильная часть в этой схеме свертывания состоит в том, что мы рассматриваем вот такие вот странные формулы. Икс не принадлежит, икс в обычной природе не встречается. Известно, что многие парадоксы, такие классические, начиная от парадокса лжеца, они используют такие вот такого рода принципы, где что-то ссылается само на себя. И вот первая идея Рассела была, что давайте запретим такого рода формулы. То есть, это все можно формализовать, как мы сейчас сделаем буквально через несколько минут. Значит, эта схема свертывания тоже будет некоторая такая совокупность с формул. Да, у нас будет такая теория, только теория будет противоречива. Значит, вот Рассел предложил модифицировать эту идею таким образом. Если у нас есть какая-то формула вида х принадлежит игрок, значит, у него все переменные в его теории типов расслаивались на такие типы. Их были занумерованы натуральными числами. Значит, и не все формулы вида х принадлежит игрок у него допускались. Допускались только такие формулы, у которых правильным образом были распределены типы. То есть, в атомарной формуле вида х принадлежит игрок, если у переменной х был тип n, то переменной y должен был тип быть n плюс 1. Ну, понятно, что в такой теории уже невозможно написать, х принадлежит или не принадлежит ху. Такая формула просто запрещена была бы. Она была бы неправильной формулой этой конструкции Рассела. И получалась некоторая такая теория. Ну, намного сильнее, скажем, чем арифметика Пиана, но по сравнению с той теорией множества, которой мы будем заниматься, вот этой стандартной теорией Цермела Фрэнкера, она, конечно, гораздо более слабая. Но, тем не менее, вот такой вот, так сказать, подход исторический, по крайней мере, интересный был. И он потом привел к некоторым, так сказать, тем более, еще менее очевидным, но более продвинутым идеям, в которых, наверное, самое интересное, это вот Норс Куайна, которая называется обычно FF New Foundations по имени его статьи. Значит, ну, два слова скажу, мы специально не будем этим заниматься, но поскольку это, так сказать, очень интересная, исторически интересная теория, главные вопросы, которые до сих пор остаются открытыми, я ее упомянул. Значит, представьте себе, то вы отказываетесь в теории типов от вот такой вот заранее нумерации тип, расслоения такого переменных по типам, но вы используете для аксиом свертывания только такие формулы, которые, в принципе, могли бы быть распределены по типам. То есть, например, атомарная формула вида х принадлежит игрок, с этой точки зрения допустимая формула, потому что вы можете приписать переменный х, ну, например, тип 0, а переменный игрок тип 1. Когда вы припишете, это будет с точки зрения теории типов правильно построенная формула, значит, тогда с точки зрения nf тоже будет правильно построенная формула. Ну, например, х принадлежит, х будет все равно неправильно построенная формула, потому что какой бы вы ни приписали тип х, значит, у вас получится неправильная с точки зрения типов атомарная формула. Вот такие формулы, значит, это называют стратифицируемыми. И если вы рассмотрите схему свертывания, где свертывание допускается только по стратифицируемым формулам, ну и к ней прибавите еще аксиомы экстенсиональности, которая была вначале упомянута, которая говорит, что два множества совпадают тогда и только тогда, когда состоят из одинаковых элементов. Да, вот такая вот чрезвычайно просто формулируемая теория. Экстенсиональность и свертывание, но только по формулам, которые можно так стратифицировать. Вот эта теория nf-poin. Значит, такая не очень, так сказать, интуитивно очевидная теория, в отличие от теории Сармела Фрэнкеля, которой мы будем заниматься. Но по-своему очень интересная и до сих пор остается открытым вопрос о построении ее моделей. Для всяких подтеорий ее, более слабых, построенном модели, например, там с ослаблением экстенсиональности. Еще некоторые фрагменты nf, тоже известно, что имеют модели, ну, имеется в виду предположение, что, например, там модель ZF существует или модель ZF плюс какие-нибудь подходящие большие корридиналы существуют, чтобы построить модель теории nf. Вот, значит, этот вопрос остается открытым. А мне нужно сказать, как теория называется? nf, new foundations. Спасибо. Aftercoin. У него есть еще теория более продвинутая, которая фактически является nf, но в классе нет. Она относится к nf примерно так же, как теория Геоделя Бернайса относится к теории Сермела Фрэнкеля. Вот. Но, по сути, там идея по существу та же самая, поэтому я ничего могу более не сказать. А можно уточнить? В теории Куайна, по-моему, нет такой иерархии типов, как у Расселла, или она как-то в более упрощенном виде представила? Да, я, собственно, это сказал, но, может быть, недостаточно понятно сказал. Я повторю. Значит, там нет заранее приписанного расслоения переменных по типам. Но формулы для свертывания допускаются только такие, легальные формулы с точки зрения этой nf, они только такие, которым можно было бы приписать такое расслоение. Например, в этом смысле формула x принадлежит y легальная, потому что мы можем так приписать этим двум переменным типы, что получившаяся формула станет правильной с точки зрения Расселла. А формула x принадлежит x нелегальная, потому что, какой бы мы не приписали бы тип, там, скажем, n, этой переменной x, у нас все равно получилась бы неправильная формула. А, то есть, можно ли это выразить, может быть, чуть попроще, что стратифицируемые формулы это те, где нет самореференции такой, да? Ну, нет, не обязательно. Например, формула, скажем, x, то есть, такую конъюнкцию рассмотрим. x принадлежит y и y принадлежит x. Вот такой цикл, да? А тут x не связан отношением принадлежности непосредственно с x, да? Ну, вот, три за раз. Но вы ее не стратифицируете. Ну, если, так сказать, есть необходимость как-то попроще выразить, ну, можно, например, сказать, что это такой вот, так сказать, гомоморфизм, да? Можно понимать вот эту стратификацию, как некоторый гомоморфизм, да? Из ну, вот такого выражения, да? Из формулы с отношением принадлежности в натуральные числа с отношением следования. Да, понял. Да. Если есть такой гомоморфизм, то, значит, формула стратифицируема. Хорошо, спасибо. А вы еще говорили то, что некоторые фрагменты там можно построить модель в предположении модели ZF с большими... Ну, поскольку теория сильная, то мы не можем надеяться даже на то, что просто доказать, что она непротиворечива, да? Поэтому, так сказать, когда мы говорим о каких-то таких вещах вроде непротиворечивания, например, есть модель, то мы, как бы, на самом деле, имеем в виду, держим в уме, что там предположение чего-то, да? А, окей, спасибо. Да. Ну, естественно, было бы это сказать, держать в уме, так сказать, искренне из того, что у нас... Считать, что непротиворечива уже какая-то, так сказать, такая вещь, в которую мы верим или в которую хотим вот, так сказать, верить в данном случае, какая-то более естественная, более изученная, например, теория Цермелла, и Цермелла Фрэнкеля, или там, при необходимости еще какое-то обогащение ее. Да. И вот считая, что, так сказать, у нас эта теория непротиворечива, доказать, исходя из нее непротиворечивость вот это это сказать вот это было сделано для некоторых фрагментов спасибо в общем теория такая конечно достаточно экзотическая не очень интуитивно ясно какой-то такой вот ясной интуиции множества за ней нет она скорее придумана то сказать из соображения из тех соображений может быть вот из каких соображений что кажется что в теории типов если у нас есть какая-то формула так сказать и мы поднимем в формуле все типы например на 1 а то есть если у каждой переменной если у него был тип давайте мы припишем теперь ей тип n плюс 1 вот получится другая формула да у которой все типы вот ну некоторая интуиция говорить что формула должна быть тоже верна если первая верна но если мы добавим такую схему к теории типов то мы получим равны непротиворечивая с nf теорию равны непротиворечивая с nf ну в nf таксер процесс он просто стерт она выглядит в записи она выглядит немножко естественно там нет вот этих вот типов на каждой переменной но подразумевается что они всегда могут быть приписаны теперь теперь понятно спасибо вот значит ну давайте так сказать дальше тогда вернемся к нашей за тэф значит в чем же идея за тэф так сказать она другая теория цермела без фрэнкеля это теория без схемы замены это первая теория которая была выдвинута цермела прошу простить алло у меня легко разговаривать значит она была выдвинута по моему еще чуть ли не в четвертом году не помню сейчас ну в общем до первой мировой еще тоже достаточно рано значит она была во всем такая же вот как это только в ней не было еще раз глянем на эти аксиомы в ней не было насколько я помню вот аксиома регулярности впрочем не очень существенной аксиома регулярности она скорее так для облегчения жизни обычно прибавляется и в ней не было что более существенного вот этой схемы замены значит такая теория она называется просто теории цермела к схему замены гораздо позже в 20-х годах уже предложили несколько авторов независимо с полем фрэнкель и не помню кто еще вот основная идея цермела была в схеме выделения значит схема выделения она очень похожа на самом деле на схему свертывания но она предлагает применять сверх тому про что уже известно что это множество значит но вот здесь вот видите то что на экране вот эта у строчка которая курсивом выписана значит здесь написано что если по это свойство то для всякого x но имеется ввиду за всякого множества x существует множество которое состоит это из всех элементов этого икса которые удовлетворяют этому свойству очень похоже на свертывание но единственная разница состоит в том что свертывание нет вот этого ограничения что иксы не берут маленькие вот эти иксы они не должны не обязаны быть элементами данного множества вот такая очень естественная идея интуитивно понятно так сказать принадлежащая цермела заменить свертывание но такое вот выделение ну вот тут еще так сказать да такое наблюдение приводится значит какая мораль в парадоксе рассола если мы принимаем это значит это этот принцип схема выделения мораль такая что множество всех множеств не существует фактически из если мы принимаем аксиомы выделения вот мы получаем такое следствие что множество всех множеств не существует заметим что просто аксиомы свертывания конечно нам такое множество дал бы да это было бы множество всех тех иксов например что x равно x но если бы значит такое множество существовало в нашей ограниченной теории в которой мы принимаем схему выделения то мы рассмотрели бы вот это вот свойство x не принадлежит x и опять пришли бы значит парадоксу рассола да то есть вот эта вот схема выделения она сразу дает некоторую такую интуицию что очень большого множество такого самого большого универсального множества не существует ну замечу что это не всякое рассказать разумная теория множеств этот принцип имеет например вот упомянутая теория nf в ней универсальное множество существует есть другие примеры таких экзотических теорий в которых универсальное множество существует потом мы увидим еще вариант теории термела фрэнкеля где есть классы там есть универсальный вот то есть не то чтобы именно в существовании универсального множества что-то очень плохое но комбинация вот этого принципа универсальное множество со схемой выделения она уже это она уже не совместима вот значит если мы теперь вместо свертывания берем вот это вот выделение у нас получается целый ряд новых проблем выделение она в некотором смысле уменьшающая аксиома она говорит что если у нас есть множество там есть некоторые множества которые в некотором смысле меньше есть некоторое подножество его значит чтобы получить теорию не слишком слабую мы должны иметь какие-то такие конструктивные еще принципы для конструирующие принципы которые позволили бы большие множества не только меньшие множества из данного конструировать но больше ну например такие принципы как объединение например двух множеств более никак не вы не выведите это принципа выделения даже если вы знаете что у вас есть два множества x и y объединение их вы никак не построить вот и а то сказать вот эти вот принципы перечисленные здесь 1119 ну точнее некоторая большая часть из них так сказать это как раз такие частные случаи аксиом свертывания которые принимают в качестве таких вот дополнительных разумных интуитивно понятных конструирующих принципов можно уточню вот по моему аксиом объединение здесь влечет аксиому пары или нет аксиому пара действительно здесь не обязательно здесь есть некоторая избыточность из этих аксиом скорее этот список так сказать он такой исторический характер носят действительно кое-что можно удалить совершенно справедливо да ну одна аксиома объединения я не думаю что будет пару влечь но в комбинации там ну например с пара замена из powers это да 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 то есть этот список не независимый я просто хочу сказать что что из этих аксиом является можно рассматривать как такие частные случаи свертывания сразу не годится но попробуем из него выделить какие-то разумные частные случаи и из них построить теорию которая она с большей гарантии такими медленному противоречию не ведет пара выделение объединения степень ну бесконечность тоже так сказать можно рассматривать как частный случай свертывания замены вот выбор не пойму наверно выбор тоже наверно выбор тоже да то есть что фактически не попала в частные случаи свертывания это экстенсиональность экстенсиональность и может быть регулярность такие вот аксиомы скорее ограничивающего характера остальное то есть мы можем понимать более или менее как то сказать такие специальные случаи свертывания вот ну мне немножко так не нравится вот одна честно говоря вещь которая не только в этой книжке вот в этом месте но и во многих других пособиях декларируется а именно так сказать вот тут немножко такой акцент почему значит мы нуждаемся в аксиоматической теории множеств потому что значит наивная теория множеств это теория множеств со свертыванием она ведет к противоречию значит ну на самом деле понятно что это не совсем так и эту схему свертывания мы можем абсолютно формально на формальном языке записать его мы просто формально получим противоречие так сказать и все вот эти вот принципы мы не обязаны записывать на формальном языке мы можем неформально насосными рассуждать сделать вот неформализм не то чтобы так наивная теория она неформальная и поэтому она противоречивая такое вот нестрого утверждения часто можно встретить но не надо позволить себя и запутать мы противоречию приходим не потому что мы неформально рассуждаем да просто потому что мы это сказать слишком сильный принц вот но тем не менее так сказать ясно что мы должны теперь действовать очень аккуратно а самый первый путь действовать аккуратно поэтому действительно разумно ну по крайней мере в начальном этапе убедиться что у нас все точно формализовано мы понимаем что мы подразумеваем под всякими свойствами по которым мы свертываем ну делает все это обычным образом все кто наверно большая часть присутствует имеют представление о математической логике и в частности о исчислении предикатов значит о теории вычислений предикатов и что дадут наши теории множества термела френкеля значит это просто некоторая такая теория не очень сложно формулируемая интуитивно ясно она значит теория четное то есть четное число максимум вычислений предикатов в очень простом языке значит тут есть только предикат равенства которые вообще часто рассматриваются как логический предикат и единственный предикат принадлежности вот это вот буква такая модифицированная греческая буква пикселом предикат принадлежности двухместный вот ну значит обычным образом строится формула вот атомарные формулы они у нас только двух видов нашими двумя предикатами что это обычные логические связки это сказать квантеры значит и стандартным образом строится формула формула без параметров называется приближением значит очень часто так сказать неформально говорят о классах но надо понимать что так строго говоря у нас наши теории ZF-C 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 это значит ZF-C это теория термела-фрэнкельс ZF-C это теория термела-фрэнкельса к тем и выбор рассматривают также теорию без аксиом и выбор значит очень часто неформально говоря рассуждают о классах значит это просто на самом деле способ такой фасон для парля сокращение удобное для формулировок но на самом деле у нас в нашей теории никаких классов нет и вообще нет ничего кроме множества все что мы дальше увидим там натуральные числа их всякие обобщения там кардинальные и ардинальные числа это знакомые понятия функции прямого произведения и прочее это все множество то есть если у нас есть формула вот в этом упомянутом языке так сказать что всякая переменная значит интерпретироваться будет как множество что такое классы классы это просто некоторый такой способ выражения когда мы неформально говорим о формулах наших формулах теории термела-фрэнкеля имея ввиду вот такой вот так сказать такой объект значит который называется классом и который получается вот свертыванием под этой формула подчеркиваю что это не множество потому что если мы считали что всякий класс множества мы пришли бы опять вот к тому от чего мы ушли противоречивые схемы свертывали но очень удобно вместо того чтобы писать какую-то формулу значит длинную писать вот просто вот один значок например вот c говорить такой-то класс но надо просто на первых парах надо всегда для себя отмечать что мы всегда можем это корректно расшифровать вот этот класс написать вместо него формула так что все получится таскать правильным образом здесь упоминаются я потом разошлю значит материал будете вычитать на что ли здесь упоминаются всякие такие стандартные понятия класс определимый из параметров равенство классов значит понимается но просто как эквивалентность задающих этих эти классы формул у нас такая тоже в своем роде аксиома экстенциальности для классов есть что универсальный класс тоже очень часто используемое понятие что сокращение для любой торжественной истинной формулы включение классов что означает просто импликацию и вот эти вот булевые операции простейшие значит означают фактически просто булевые связки значит класс который да ну понятно что всякое множество его тоже можно рассматривать как если у нас есть множество с мы можем рассмотреть формулу с 1 с 1 свободной переменной скажем x формулу x принадлежит с и тогда эта формула задает значит вот такой вот колос всякое множество может быть рассмотрено как класс но не всякий класс является множеством и вот те кто класс который не являются множеством например как универсальный класс они называются в этом контексте собственными классами вот ну да теперь давайте значит приближемся по нашим вот этим максимум но уже трактуя их абсолютно формально вот в этом языке вычисление первого порядка и посмотрим на простейшие средства из них констанциональность ну тут все понятно насчет наш принцип что если два множества имеет одни и те же элементы что он записывается очевидным образом любого у здесь написано на угу значит это множество у нас какое-то любого множество у принадлежит множеству и x тогда и только тогда когда мы принадлежит множество игрок вот этот вот принцип увлечет совпадение этих множеств но обратная импликация что она тоже верно но это просто следует из аксиом равенства то есть если написать вместе то получается такая эквивалентность что два множества совпадают x равно y это равносильно вот этому принципу такая простая идея надо сказать что иногда рассматриваются некоторые фрагменты множеств в которых аксиом экстансиональности частично нарушается например часто рассматривается такой фрагмент с атомами атомы это такие но можно сказать копии пустого множества то есть такие объекты у которых тоже нет никаких элементов но тем не менее значит в полной теории цармела франкеля есть полная экстансиональности пустое множество здесь только вот аксиома пары вот таким вот образом записывается до тоже как формула первого порядка что для любых а и б существует множество x такое что его элемент это в точности значит такие кс и которые совпадают с а либо которые совпадают ну понятно из предыдущей аксиома что такое множество c единственное что она называется неупорядоченный пары почему неупорядоченный потому что конъюнкция у нас коммутативно поэтому все равно что а запятая б пара а б это то же самое что пара б пара неупорядочного симблитон значит это частный случай пары потому что это равно б эту понятно что этот конъюнкция она просто дает и краву а что еще раз получается лишь такое множество у которого есть единственный элемент а так как не тоже самое что самого множества о том самом множестве а может быть много элементов здесь один элемент так мы используя а вот это вот не упорядоченную пару на самом деле можем определить упорядоченную пару значит единственное какое нам основное свойство нужно упорядоченной пара вот это вот которая здесь обозначена формулой 1.1 надо чтобы если первые члены двух пар совпадают и последние члены двух пар совпадают то есть сами пары совпадают можно разные на самом деле способы предложить задать такую упорядоченную пару стандартный такой способ пара куратовского цорна значит это вот то что вы видите . ниже это такая не упорядоченная пара состоящий из двух элементов один из которых это синглитон а другой состоит из двух элементов а и б ну в качестве так сказать простого домашнего задания кто никогда это не проделал может просто для собственного удовольствия значит проверить что действительно если определить упорядоченную пару таким вот образом да то будет выполнено вот это свойство 1.1 дальше можно таким уже образом значит определить упорядоченные тройки четверки вообще n значит это тоже некоторые упорядоченные пары специального вида как здесь написано в данном случае значит такая вот расстановка скобок влево ну дальше наше вот это вот самое типичное свойство аксиомы теории цермела это вот эта схема выделения вот здесь она формализованном виде для каждой формулы фи переменной у каким-то параметром п в данном случае рассмотрим функ формулу фи с одним параметром п для каждой такой формулы фи у нас есть своя специфическая аксиома выделения на что на что говорить вот этот аксиома 1.2 что она говорит что для любого множества x для любого множества п найдется такое множество игрок элементы которого это в точности элементы икса которые удовлетворяют вот этой самой формуле ну опять таки так сказать такое множество будет единственным по экстенсиональности ровно для этого и нужно чтобы у нас не было много неразличимых объектов можно спросить а почему у нас здесь один параметр в принципе мы могли бы взять формулу которой много дополнительных параметров действительно тогда мы получили бы вот такую более общую аксиома выделения 1.3 вот она здесь написано все верно но так нам это просто не обязательно потому что вместо того чтобы брать параметры по 1p мы можем взять такую n-ку которую можно учить строить и поставить ее в качестве единственного этого параметра и дело таким образом сводится вот формуле следующего вида так ну значит здесь дальше обсуждается и вопросы скорее так сказать записей или тактик формулировок таких менее формальных аксиома выделения значит если мы рассматриваем говорим о формулах как о классах для сокращения речи это сказать то мы можем сказать что для данного класса c ну то есть мы держим в уме что это формула для данной формулы аксиома выделения соответствующая значит говорить что что для всякого множества x пересечение нашего класса с этим множеством x это множество существует множество игрок такое что пересечение это игрок то что мы сказали значит то есть еще раз что если мы берем какое-то множество то пересечение это множество с любым классом это множество то что меньше так сказать под класс множество это множество вот что говорит смысл в чем-то это самое аксиома выделения ну в частности пересечение двух если мы смотрим на множество как на класс это то пересечение двух множеств это тоже множество разность двух множеств тоже множество значит ну и если у нас есть хотя бы одно какое-то множество то мы можем рассмотреть выделение вот такой формуле по противоречию не равно это что ни одного не удовлетворяет такой формуле зачем мы получаем пустое множество ну и поскольку из других аксиом следует что у нас хотя бы одно множество есть например аксиом бесконечности аксиом бесконечности напомню нам будет говорить что есть бесконечное множество а то применяем к бесконечному множеству схемы выделения по противоречивой формуле мы получаем пустое множество у нас есть пустое множество но оно тоже естественно единственное по той же самой аксиома экстенсиональности ну вот два множества называются дизюнкными пересекающимися если пересечение то пустое да ну значит дальше то что я сказал что в нашей формальной теории аксиома выделения говорить что универсальный класс является собственным не является множеством в противном случае вот мы пришли бы к такому вот рассоску университет парадоксальному так ну сейчас выделение все понятно очень интуитивно понятная аксиома ну вот например эта схема аксиом она не верна например упомянутой теории mf она не может быть там верна потому что там верно верно что существует универсальное множество значит когда мы если бы у нас было было бы еще и вот эта схема выделения мы пришли бы к противоречию то есть в mf например нет такой схемы выделения выделения это вот такое самое типичное свойство термела фрэнкин очень естественно да ну вот дальше вот объединение ожидаемым образом написано вот эта формула все объединение на что для любого множество x значит существует такое множество игрок что все элементы игрока это в точности элементы некоторого элемента x ну вот такие сокращения часто используются в теории множеств это так называемые ограниченные квантеры когда квантер ограничен по расшифровке ограниченный квантер существования это квантерской конъюнкции универсальности это симпликация значит как ожидается это напоминать ограниченные квантеры в арифметике и в общем достаточно похожий на самом деле объект потом ну вот это вот множество которое существует по всем объединения называется объединением множества x иногда встречается такая путаница так сказать у тех кто не привык путают значок вот такой большой большое объединение такое вот с этим вот маленьким значком если видно что я показываю на экране ведь маленькое такое объединение значит маленькая это операция двухместная в отличие от большого который одноместная операция и вот это двухместное объединение вот этих двух множеств x и y это что такое это вот это одноместное большое объединение вот неупорядоченный пар то есть не очень грамотно как часто можно встретить так сказать даже в статьях на рецензию поступают писать вот этот маленький значок вместо этого большого значит это другая операция вот она определяется через пару плюс наше объединение большое значит аксиома она говорит про большое объединение можно таким образом определить фенитарное объединение определить определить неупорядоченные тройки n-ки значит и другие операции я думаю с объединением все понятно значит теперь очень сильная аксиома степени она говорит что для данного множества x множеством является значит такой такой класс так сказать который получается свертыванием по такой формуле по всем подможествам вот здесь написано y к подможеству x это сокращение некоторое сокращение это вот расшифрованная значит формула и ниже вот у принадлежит x это сокращение для вот такой вот формула для любого z z принадлежит и у влечет z принадлежит x то есть вот тут можно поставить более длинную формулу сюда получая получится тогда в полном виде вот аксиома степени понятия понятия значит собственного подможества все знают наверное значит подможество которое не совпадает с самим множеством и само множество тоже является подможеством таким ну вот нотация p от x значит стандартная для множества всех подможеств опять-таки подчеркиваю в нашей формальной теории нет такого значка p это у нас сокращение то есть у нас только вот так сказать если все это расписывать до основания то у нас нет никаких ни классов ни вот этих дополнительных значков у нас только вот язык в котором есть единственный предикат принадлежности ну и равенство но тем не менее мы так сказать можем для сокращения наших обозначений чтобы все это читалось легко можем и всегда будем значит вводить вот эти дополнительные стандартные сокращение вот так сказать p от x стандартное обозначение для вот этого для степени всех подможеств значит это такая мощная аксиома ну немножко забегая вперед скажу что так сказать в некотором смысле она проблематичная потому что с такой точки зрения так сказать эффективности в некотором смысле не очень понятно что такое произвольное подможество здесь у нас вот эта степень она как бы состоит из произвольных из всех да значит произвольных подможеств x вот но тем не менее значит вот такая вот аксиома значит и с помощью ее мы можем определить значит сразу целый ряд так сказать важных понятий в частности вот так сказать произведение да декартово произведение прямое произведение двух множеств это множество пар упорядоченных пар вот формула 1 6 да значит это множество пар вида x и y значит где первый член берется из множества x второй из множества y ну если это совсем так сказать так более формально написать да то это вот значит написано в следующей выключенной форме все это множество всех тех у где значит у имеет такой вот вид ну понятно ano спрашивает почему же это множество ну надо применить два раза значит надо применить вот этому аксиому объединения аксиому пары значит которая зашита здесь в обычном объединении зачем два раза применяют степень и значит вот 5-то применяем выделения выделение вот по этой формули по этой формуле применяем выделение вот к этому объекту да то есть используете аксиомы которые мы уже проговорили а именно пару объединения степень и выделения по этой специфической формы мы можем доказать уже формально значит нашем фрагменте уже построен нашей теории что вот это вот такой вот объект такой вот класс если угодно является множеством прямое произведение дальше мы можем начать естественным образом определить эти конечные прямое произведение конечного числа множители любого конкретного числа степень ситуации все эти множители совпадают значит энерное отношение значит это множество всевозможных энек энки мы определили значит множество энек ну так сказать в общем понятные все понятия все эти знакомые понятия не стану наверное каждую строчку то можете прочитать более внимательно который пришлю области определения отношения области значения отношения называемое поле отношения то есть объединение области определения области значения значит с нашей формальной точки зрения важно то что мы можем доказать что это некоторое множество мы можем говорить также о классах которые состоят из энок вот в частности вот такой замечательный класс в степени значит напомню что буквой в большой обозначается универсальный класс то и сокращение для истинной формулы вроде x равно x то есть неформально значит такой класс состоящий из всех множеств которые самым является такое в степени это класс состоящий из всех на первый взгляд немножко удивительно казалось мы должны получить что-то большее чем просто в но на самом деле мы получаем собственный подкласс а потому что не всякое множество является вот этот класс в степени он он является собственным подклассом классов в ну дальше определяется функция значит это бинарное отношение такого специфического вида которая удовлетворяет формуле что которая говорит что если упорядоченная пара x и y принадлежит нашей нашему отношению x и z принадлежит нашему отношению то игрок равно z понятно стандартная аннотация которого все вы знаете не буду на ней задерживаться понятия значит объединение обозначение для множества всех функций язык со выборок значит опять таки с нашей точки зрения можно доказать что это множество надо применить соответствующего всем выделения вот к этому объекту про который мы тоже можем доказать что это множество ну тут все понятия которые всем известны должна операция сужение расширение операции композиция образ если кто не привык очень часто хотя бы означается особенно их теоретико-норестных рассуждениях вот таким вот значком этот образ иногда просто безо всякого значка пишут и без скобок иногда с обычными скобками ну понятно что такое злоупотребление обозначениями с расчетом на то что читатель догадается что имеется ввиду не f от x к точке x а образ но чаще вот обозначают вот такой таким вот двойным апострофам значит иногда в квадратных скобках обозначают прообраз обратное обозначение ситуации когда функция взаимно однозначно все понятно что образ класса тут никаких вопросов не возникает отношение эквивалентности тоже думаю всем известно что это такое но опять-таки можем доказать значит если есть какое-то множество то значит соответствующее отношение эквивалентности что-то множество ну и так далее все понятия думаю которые всем известно так значит теперь следующая аксиома наша аксиома бесконечности есть разные способы ее ввести понятно что чтобы сказать что такое что существует бесконечное множество надо иметь какое-то представление о том что такое конечное множество потому что бесконечность это фактически так сказать отрицание конечного каким образом сказать что такое конечное вот такой первый способ который приходит в голову он связан с натуральными числами заметим что формально говоря у нас никаких натуральных чисел пока нет на самом деле мы очень скоро их построим они будут строиться естественно как множество специального вида вот но есть некоторые способы предложены какие-то объединения которые как можно проверить фактически эквивалентно это сказать обычно но никак такие такие хитрые что они никак явно их не упоминают натуральные числа и что-то довольно забавно вы найдете такие примеры в упражнениях но они немножко такие искусственные рассматриваем такой естественный способ ввести аксиом бесконечности мы сформулируем вот формулой которая вот вы видите в конце этой страницы на экране а что формула говорит она говорит что существует такое множество с которому во-первых принадлежит пустое множество напомню что это опять-таки сокращение на самом деле стоит некоторая переменная x плюс некоторая формула которая говорит что их пусто мы уже умеем доказывать что такое у нас существует вот значит нашему с существование которого постулируется принадлежит пустое а кроме того значит здесь сказано что если какой-то какое-то множество x принадлежит нашему с то и вот такое вот специфическое множество тоже принадлежит с на считать за множество это объединение двух множеств нашего x и синглитон от него ну например мы знаем что пустое принадлежит да значит что тогда у нас тут получается получается объединение пустого множества и синглитон от пустого У синглитона от пустого это, естественно, не то же самое, что пустое. У синглитона от пустого есть один элемент, а именно пустое. А у пустого никаких элементов нет. Значит, объединение это, оно просто совпадает с синглитоном. Получается, что у этого S есть не только пустое элемент, но есть еще синглитон такой элемент. Отличное от пустого. Как минимум два элемента есть. Но кроме того, значит, у него есть еще такое множество, которое состоит из двух элементов. Один из которых есть синглитон пустого, а другой синглитон синглитона пустого. Ну и можно проверить, что это третье множество, оно не совпадает ни с одним из двух первых. Ни с пустым, ни с синглитоном пустого. То есть у нас, значит, получается, еще и третье множество есть в этом S. Ну и так далее. То есть фактически смысл этой формулы короткой в том, что частоту от пустого мы можем получить для любого конкретного натурального n н штук таких вот специфических множеств, которые строятся из пустого. Вот это вот так интуитивный, в чем смысл, почему это, в чем бесконечно. Сейчас, можно уточнить? Да, прости, сейчас я взгляну. Я вижу, что тут в чате что-то есть, но он у меня сразу не просматривается. Взгляну специально. Это аксиома, пишет мне Коля Поляков, эквивалентно принципу 1.6. Значит, 1.6 – это что у нас? Как раз, по-моему, существует. Это неформальная аксиома? Да, это как раз, по-моему, существует. А, это то, что там было вначале написано, да? Но вначале неформально было. То есть верно ли, что из отрицания этой аксиомы следует, что все аксиомы, все множества конечны, да? Думаю, что да. Думаю, что да. Думаю, что да. Она, конечно, вопрос, по-видимому, вот с чем связан. Что, так сказать, она постулирует не просто существование бесконечного множества, а существование такого очень специального бесконечного множества. Да. И это, так сказать, наверное, Николай Львович хотел спросить, то сказать, может ли быть такая ситуация, что, например, такого специального не существует, но какие-то другие такие экзотические бесконечные существуют, да? Ну, как минимум, из аксиомы выбора, так сказать, сразу можно вывести, что если есть какой-то, так сказать, то у него будет, так сказать, вот такая вот часть, вот просто изоморфная омеги. Поэтому думаю, что да. У меня было две ремарки. Одна продолжает вопрос. Насколько я понимаю, если мы так формулируем аксиому бесконечности, то у нас уже есть натуральный ряд за бесплатно фактически. Это так ремарка. А вторая ремарка продолжает вопрос. То, что если мы заменим аксиому бесконечности на ее отрицание, то как эта теория будет соотноситься с арифметикой Пиано? Значит, если мы заменим на ее отрицание, то, насколько я помню, она будет взаимно интерпретирована с арифметикой Пиано. Там есть конкретное сопоставление. Моделью такой теории будет V омега. То есть V0 – это пустое множество. И потом V с индексом n плюс 1 – это степень V. Понятно, да? То есть множество всех подможеств. Получается, V омега – это объединение их всех. Это такие наследственно-конечные множества, каждая из которых строится за конечное число шагов пустого. И вот эта модель V омега будет моделью вот этой теории, о которой вы спрашиваете. И можно там построить такое явное биекцию между натуральными числами и такими наследственно-конечными множествами, которая будет подтверждать, так сказать, с помощью которой можно подтвердить, что примерно одинаковые теории взаимно комплектируются. Что касается первого замечания, что бесплатно бесконечный ряд, ну, практически, да, почти, за исключением того, что вот в том виде, как, так сказать, в том числе здесь записано, тут ведь еще, в принципе, вот у этого множества S могут быть еще и какие-то другие, да, в принципе, кроме натуральных чисел. Еще надо выделить из нее, но это мы, так сказать, можем сделать. Сейчас еще уточнить по поводу вашего ответа. Если мы рассмотрим эту модель с наследственно-конечными множествами, будет ли она элементарно-эквивалентно стандартной модели арифметики или это слишком сильная? Если мы рассмотрим модель с наследственно-конечными множествами, да, такую модель рассмотрим, будет ли что? Будет ли она элементарно-эквивалентно стандартной модели арифметики пиано? Или это слишком сильная? Ну, как она может быть элементарно-эквивалентно? Это же в разных языках теории, я не очень понимаю вопрос. Там же, так сказать, вот в этой... Значит, это модель, это модель, да, в другом языке. Да, они взаимоинтерпретируемы. Там можно определить, например, ну, в теории множеств, естественно, можно определить, значит, сложение и умножение, а с помощью арифметики, наоборот, можно определить, значит, такую вот вещь, похожую на принадлежность, которая, значит, для случаев наследственно-конечных множеств. Да, извиняюсь, я стормозил что-то, когда задавал эту вопрос. Нет, ну что, да, понятно. Да, ну, в общем, вещи, это, да, чрезвычайно близкие. То есть, это аксиом бесконечности, она тут, так сказать, по существу, да. Хотя, казалось бы, мы такие сильные аксиомы набрали. Такие вот частные принципы свертывания всякие. Ну, вот, так сказать, если у нас нет бесконечности, то мы все еще довольно низко находимся. Всякие аксиомы больших кардиналов, с которыми мы потом столкнемся, их можно рассматривать в некотором роде как усиление аксиомы бесконечности. Они будут говорить, что существуют бесконечные множества, ну, в некотором сильном смысле бесконечные. Да, и, так сказать, мотивация рассматривать их, так сказать, как естественная, она примерно такова же, как для этой аксиом бесконечности. Да, вот такая актуальная бесконечность в этой теории есть. Хорошо. Так, ну да, ну, то, значит, упоминается, что в упражнениях есть упомянут некоторый альтернативный подход, связанный вот с немножечко другим определением конечностей. Да, можете посмотреть, это все довольно любопытно. Так, значит, у нас еще 10 минут остается, даже чуть меньше. Ну, давайте, сколько успеем. Нет, встаем. Значит, вот тут написана еще схема замена. Неформально, значит, она записана вначале так, что если некоторый класс, а класс мы помним, что это у нас просто сокращение для формулы, является функцией, что, то есть эта формула обладает определенным свойством функциональности, то для всякого множества x образ этого множества x при действии этой функции тоже является множеством. Значит, более формально. Что это значит? Вот у нас есть формула φ с тремя параметрами x, y и p. Значит, вот посмотрим на эту формулу 1.7. Значит, для данной формулы φ тут выписана конкретная аксиома замены. А всего аксиом много. Для каждой формулы φ своя аксиома, это схема аксиома. Потом мы увидим, кстати, что эта теория, она существенно бесконечная. Она не аксиоматизируется в теории с ангелом фронте. Она не аксиоматизируется конечным фрагментом своим. Но вот для данной конкретной формулы φ значит, у нас схема замены значит, она говорит следующее, как написано в этой формуле 1.7. Значит, она говорит, значит, вот то, что в верхней части этой формулы написано, что здесь сказано. Здесь сказано, что вот эта формула φ значит, посылка утверждает, что формула φ таким обладает свойством функциональности. Так что, уp это просто параметр, а вот смотрим на пару, на пары x, y и x, z. Значит, если φ от x, y и φ от x, z, то y равно z. То есть, формула φ она задает такую функцию, которая может быть класс. Пока мы не утверждаем, что это множество. Это какой-то класс. Просто формула, вот она с таким свойством. Значит, если она с таким свойством, говорит наша аксиома дальше, то тогда для любого множества x множеством является вот такое вот y, такая совокупность, такой класс y. Элементы которого это в точности такие вот маленькие, которые находятся в соответствии с элементами x, в соответствии с заданным этой формулой φ. То есть, так сказать, менее формально говоря, здесь написано ровно то, что, так сказать, если формула задает функцию, то образ этой функции при действии на множество даст множество. Ну, опять-таки, как в случае с выделением, значит, вместо одного параметра можно взять несколько параметров, никакой разницы нет. В силу того, что у нас есть, значит, вот эта вот упорядоченная пара, можно заменить на n-ку, получится то же самое. Общий случай сводится вот к этому. Скажите, а насколько существенно, чтобы это была именно функция, то есть вот эта посылка первая? Кажется, если это будет произвольное бинарное отношение, то... Ну, смотрите, если, значит, если оно совсем произвольное, то оно может быть устроено так, что у всякого вот маленького х, элемента нашего множества х, такой образ, так сказать, при отношении, да, вот этот маленький х, он посылается не в один единственный f от х, так сказать, а во много, да? Ну, насколько много? Значит, если их совсем много, то есть, если такой образ у каждого маленького х, это собственный класс, да, то, в принципе, так сказать, у нас может просто получиться, например, ну, например, так сказать, универсальный класс, да, в качестве образа. Тогда мы получили бы, что универсальный класс является множеством, и мы знаем уже, что это плохо. Да-да-да, все. Спасибо, понятно, да. Наверное, да. Мы можем немножко действительно модифицировать, так сказать, вот таким образом. Мы можем рассмотреть, такую, ну, как вы хотите, многозначную такую функцию, но с ограничением, что у каждой точки образ не обязательно одна точка, но, может быть, много точек, но не слишком много, а именно множество точек. Ну, и тогда действительно, так сказать, получится то же самое, что вот... То есть, если мы заменим на такую более слабую, эту схему на такую более слабую схему, так сказать, то результат получится такой же. Ничего более сильного не получится. Теория получится такая же. Да, спасибо, понятно. Вот. Ну, надо сказать, что это, на самом деле, очень существенное дополнение к теории Цермела. Теория Цермела, напомню, это вот все вот это вот без данной аксиом, без данной схемы замены. Значит, вот я упомянул такую модель совсем слабой теории без бесконечности v-омега. Ну, значит, если я не буду сейчас, так сказать, точно определять, что это такое, но упомянул только, что вот модель вида v-омега плюс омега, значит, которая есть уже бесконечная норастворность, она будет моделью теории Цермела, но в которой не будет выполняться вот эта схема замены. Вот. То есть, так сказать, без этой схемы замены мы получаем ну, какую достаточно сильную, конечно, теорию. В церкви, существенно более сильную, чем, например, теория типов расов упомянутой. И уж, конечно, намного сильнее, чем там арифметика любого конечного порядка даже. Но все еще достаточно слабую по сравнению с такими базовыми идеями теории множеств. Да, то есть вот эта вот схема замены, которая почему-то не была сразу сформулирована, она так лет на 15 позже, по-моему, была сформулирована, если не больше. Может быть, она как-то, так сказать, интуитивно ясной казалась. Вот. Но вот она не следует из остальных аксиом, и она оказывается таким сильным дополнением к ним. Так. Ну, да, значит, здесь дальше еще какие-то такие неформальные формулировки. Значит, это же самое аксиома, да. Ну, фактически я это и сказал, да, что если класс является функцией и область определения является множеством, то и область значения является множеством. Да. Ну, тогда, кстати, можно сказать, что и сама эта функция является множеством. Ну, или еще, если класс – это функция, то для любого множества, значит, существует множество, которое является сужением этого класса на этом множестве. Да. Значит, это все переформулировки того же самого. Так, ну и остались две такие специфические аксиомы, аксиома выбора знаменитая, и аксиома регулярности, которая, так сказать, исключает существование таких очень экзотических множеств, например, вида х равно синглитон от х, то есть х единственным элементом которого является сам х. Такое множество, оно, в принципе, может существовать без аксиомы регулярности. Пометим, так сказать, эта формула очень сильно напоминает то, что мы видели в начале в парадоксе Рассела. Но, тем не менее, я хочу сказать, что ничего такого, на самом деле, криминального в этой формуле х принадлежит х у нас нет. На самом деле, мы не обязаны принимать даже эту аксиому регулярности. Мы можем работать без нее и рассматривать такие множества вида х равно синглитон х и всякие другие, значит, множество, у которых есть такие самопринадлежащие элементы. И криминального мы ничего не получим. Но будет такая немножко экзотическая теория, и в некотором смысле, в общем, ее модели, они специальным образом выглядят, иногда с ним не очень удобно работать. Если мы примем вот эту аксиому регулярности, мы сильно облегчим себе жизнь без утраты какой-то такой, без утраты силы теории, можно сказать. Грубо говоря, без утраты силы теории. Не буду сейчас так умулировать, что я имею в виду. То есть, вот эта аксиома регулярности, значит, она фактически будет там говорить, что всякое множество фундировано. И с ней гораздо легче работать, и модели теории Мерс с ней приобретают такую, так сказать, очень приятную форму фундированную. В общем, это аксиома, которая упрощает жизнь. Аксиома выбора, она такая, так сказать, аксиома знаменитая своим неэффективным характером. Потому что она постулирует, что существует функция выбора, но она не описывает ее конкретно. То есть, может быть и такая, может быть и такая, может быть много функций выбора, так сказать, она не дает ее конкретное описание. В этом смысле это неэффективная аксиома, так сказать, поэтому она вызвала множество споров, так сказать, особенно в начале становления, так сказать, всей вот этой науки, когда еще не очень понятно было, что именно тут, так сказать, плохо и что ведет к противоречию. Но, тем не менее, это, так сказать, это очень сильная, так сказать, полезная аксиома, которая сразу же, так сказать, ведет к очень приятным, замечательным следствиям. Например, в кардинальной рифметике мы довольно быстро, там, через несколько, через уроков, может быть, 5-6-7, так сказать, мы до нее дойдем и установим разные замечательные ее следствия. Вот, значит, поэтому я пока не формулирую в точном виде, так сказать, все эти аксиомы, хотя при желании можете посмотреть сами. Вот, ну, остались упражнения, тут всякие, это сказать, если хотите, поделайте их, тут некоторые из них довольно любопытные. Кстати, не все они прям такие уж простые, а дальше, вы увидите в этих рассылках, так сказать, упражнения, некоторые из которых и достаточно сложные будут. Так что при желании можете, значит, их смотреть, да, ну, и еще в конце тут есть некоторые такие очень короткие исторические замечания. Ну, я не сказал, но это все, наверное, знают, что теория множества, так сказать, обнаружил Георг Кантер, так сказать, с довольно-таки удивительным путем. Вообще, так сказать, это какой-то такой беспримерный совершенно, беспримерный математик, который обнаружил такое количество базовых, самых фундаментальных вещей в математике, такое количество, которое, наверное, никто просто не обнаружил. Такие вещи, так сказать, вот самые-самые базовые по своей фундаментальности, даже более базовые, чем какие-то производные интеграммы. Удивительно, как у него все получилось это открыть в XIX веке. Формализовано это было в таком стиле, как мы сейчас излагаем чуть позже, но тоже достаточно скоро начать данный ролик. 34 минуты я смотрю, я должен уже заканчивать сегодняшний урок.